Туастрей Тюрнал, США, УИФИ, БЛУЭТАОТ, 5Г Скоро вся наша беспроводная связь изменится. Дэвид Пирс Туастрей Тюрнал, США 1 февраля 2019 года Беспроводный интернет изменил нашу жизнь, дав нам возможность делать очень многое в самых разных местах, дома, на работе, и даже где-нибудь в глуши на природе. Мы даже не задумываемся о нем, пока он работает. Это как кислород, мы воспринимаем его как должное, пока он не закончится. И вот тогда начинается паника. Люди, которые разрабатывают и воплощают в жизнь стандарты беспроводного интернета, уже много лет преследуют одну и ту же цель – сделать соединение быстрее, а энергии расходовать меньше. Сейчас они сталкиваются с дилеммой иного рода. В ближайшее время нас ожидает беспрецедентное увеличение количества новых устройств, которые придут на рынок. Это миллиарды датчиков для умных домов, промышленные устройства и компьютеры с искусственным интеллектом. Те системы, которые существуют в настоящее время, просто не справятся с огромным объемом данных. Чтобы обеспечить настоящее покрытие 5G, понадобится новая беспроводная инфраструктура, в том числе, новые маршрутизаторы типа мини-вышек компании Verizon и новые устройства. В предстоящие два года большие перемены ожидают все находящееся вокруг нас беспроводные соединения. Это Wi-Fi нового поколения под названием Wi-Fi 6, это более мощный стандарт Блуэта ООТ, названный Блуэта ООТ 5, и конечно же, это 5G. Такое несколько загадочное название дали планируемому обновлению наших сотовых сетей связи. Все они сыграют свою роль в наступающую эпоху гиперподключенности, когда все и вся с исключительной легкостью будут входить в сеть. 5G в предстоящие годы вам все уши прожужжат новостями о беспроводных протоколах, поскольку каждый оператор связи, каждый изготовитель микросхемы и производитель гаджетов будет пытаться завоевать господство в сфере 5G. Но что означает эта аббревиатура? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Во-первых, следует знать, что в некоторых случаях 5G вообще ничего не значит. Компания AT&T решила назвать сигнальный индикатор сети четвертого поколения LTE на некоторых телефонах 5G, если соединение там обеспечивается быстрее, но это все равно будет оптоволоконная сеть четвертого поколения. Финансовый директор этой компании Джон Стивенс, Ион Степенс, заявил тогда, что такое переименование вполне уместно, так как модернизация вышек незамедлительно приведет к повышению качества беспроводных услуг. Однако в целом 5G является эволюционным достижением сотовой связи, обещая исключительно быстрый интернет, скорость которого будет многократно превышать то, что мы имеем в сотовых сетях и даже в нашем домашнем беспроводном интернете. 5G появляется неравномерно и даже не очень быстро. Сначала операторы связи встраивают компоненты 5G в сетельки четвертого поколения, что позволяет улучшить их работу. Скоро вы услышите про технологию 5G NR для нового радио, которую вначале будут использовать для модернизации действующих сетей четвертого поколения. В первую очередь упор будет сделано домашние широкополосные сети. Так, Verizon будет предлагать модем-компании D-Link типа 5G NRN UnchuteGate UI, который улавливает любой ближний сигнал 5G и преобразует его в Wi-Fi, чтобы его могли использовать существующие устройства. Настоящая 5G придет позднее, поскольку для нее нужна совершенно новая дорогостоящая инфраструктура, включая крошечные маршрутизаторы, размещаемые буквально повсюду, чтобы работать с новыми радиодиапазонами, у которых волны намного короче, чем в существующих сегодня диапазонах оператора в сотовой связи. Это будут миллиметровые волны. 5G в коротковолновом миллиметровом диапазоне и в беспроводном режиме передает огромные объемы данных на небольшие расстояния. Антенны тоже маленькие, а это значит, что приемные микросхемы можно встроить в крошечные устройства. Коротковолновый диапазон дает возможность передавать больше данных на меньшее расстояние. 5G также обещает очень небольшую величину задержки при передаче, или время запаздывания, что очень важно для потоковых видеоигр и самоуправляемых автомобилей. Но полноценную связь 5G мы получим не раньше середины 2020-х годов. Однако если операторы сделают ее достаточно быстрой и дешевой, ничего другого нам не понадобится. UEFI 6 вместо того, чтобы увеличивать теоретическую максимальную скорость UEFI, которую мы в любом случае вряд ли увидим, компании из альянса совместимости беспроводного оборудования работают над совершенствованием обработки сетевого трафика. Новые маршрутизаторы с поддержкой UEFI 6, известные под названием 802.11x, помогут лучше сосуществовать нашим телевизором, видеоприставкам, телефоном и умным холодильником. Это так, но думайте шире. Один из первых маршрутизаторов, который будет поддерживать UEFI 6, это Арчеракс 11000 фирмы TP-Link. Он похож на инопланетный космический корабль, а его антенны помогают подключать ваше устройство. В такой новой среде у пользователя будут совершенно иные ощущения, находится ли он на вокзале в Токио или в толпе на стадионе во время Игра Суперкубка, сказал вице-президент ЭЧП по маркетингу Кевин Робинсон. Кевин Робинсон. Такое будет возможно благодаря двум новым технологиям. Первая называется «Мумима», что означает «многопользовательская», с многоканальным входом, с многоканальным выходом. Она позволит радиопередатчику одновременно обрабатывать запросы с различных устройств. Вторая носит название «ВДМА», независимый параллельный доступ с разделением по частоте. Она разбивает отдельный канал на поднесущие, расширяя возможности по работе с многочисленными устройствами. Робинсон сравнивает «Мумима» с увеличением количества грузовиков в службе доставки, а «ВДМА» с возможностью для каждого грузовика делать несколько остановок в пути. Что это даст пользователям? Их устройствам не придется пыхтеть изо всех сил, чтобы обеспечить соединение в переполненной сети. Позвони мне через UEFI на стадионе, когда размещаешь снимки в Инстаграме, и сигнал пройдет впервые. Важно отметить, что эти технологии не просто ускоряют скачивание больших объемов и поток Нетфликс, Нетфликс. Они предназначены главным образом для передачи крошечных сообщений из наших чатов и приложений, а также с устройств в наших умных домах, которым сегодня приходится ждать своей очереди недопустимо долго. Некоторые гаджеты уже поддерживают UEFI 6, но в 2020 году, когда начнет действовать программа сертификации Альянса UEFA, следует ждать наплыва новых устройств. Никтау Какс-12 это еще один похожий на инопланетный корабль-маршрутизатор, который поддерживает UEFI 6. Он совместим с существующими диапазонами UEFI, поэтому его можно спокойно покупать уже сейчас. Блуэт АОТ 5 Блуэт АОТ используется при подключении устройств друг к другу, в основном, чтобы передавать команды и прочие небольшие объемы данных. Блуэт АОТ можно использовать для подключения наушников к смартфону, или чтобы датчик температуры у вас в бассейне поговорил со своим приложением. В будущем так будет связываться между собой целая сеть датчиков в масштабах крупной фермы. Музеи будут водить вас по залам с экспонатами, а торговые центры будут давать вам сверхточные указания, чтобы вы не заблудились. Блуэт АОТ 5 это новейший стандарт, и он уже действует во многих устройствах, таких как часы Apple 4 серии, последние смартфоны от Apple, Samsung и прочих производителей. Этот стандарт дает очень большую экономию энергии. Если бы в устройстве поиска потерянных вещей Тили использовался Wi-Fi, а не Блуэт АОТ, его батарейка проработала бы всего несколько месяцев. У нового поколения Блуэт АОТ больше дальности и выше надежность. Если раньше Блуэт АОТ пробивал своим сигналом одну-две стены, то сейчас он проникает через 3-4 стены, говорит Чак Сабин. Чуч Ксабин, работающий старшим директором по разработке стратегии бизнеса и планированию в организации по стандартам Блуэт АОТ СИК. Говоря о Wi-Fi 6 и Блуэт АОТ 5, следует иметь в виду, что они дают большую выгоду, даже если вы не сразу можете всем этим воспользоваться. Фирмы Дилинг, Нитгир и прочие уже внедряют маршрутизаторы Wi-Fi 6. С маршрутизаторами узлов сети Wi-Fi 6 может координировать все разговоры, происходящие между разными беспроводными точками доступа, благодаря чему соединение у вас будет быстрее. Новые стандарты и устройства обычно тоже совместимы с предыдущими версиями, поэтому они смогут работать с вашими нынешними и будущими устройствами. А как насчет 5G? Здесь все сложно. Ваша жизнь в этом поколении стандартов зависит от того, где вы живете, услугами какого оператора пользуетесь и какими устройствами владеете. Некоторые производители уже показали прототипы телефонов 5G, а в этом году появится множество других устройств. Но ждать появления FIONA 5G в 2019 году не стоит. Apple известна своей тактикой в ожидании при принятии новых стандартов, особенно тех, которые принадлежат операторам беспроводной связи. Я дам следующие рекомендации. Не спешите жить беспроводной жизнью будущего, но постарайтесь не очень сильно от этого будущего отставать. Даже если вы не планируете немедленно замусорить свой дом умными вещами, а тем более отправиться сегодня на свидание в автомобиле-роботе, новая эра всеобщей подключенности все равно обещает сделать связь быстрее и эффективнее для всех. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова